Возведение фермы молочного направления вблизи деревни Маракса идет довольно активными темпами. Ход строительных работ 17 июня оценил глава Колпашевского района. Реализацию этого проекта Андрей Медных курирует лично. Эффективность вложения бюджетных средств в рамках госпрограммы налицо. Ферма построена, оснащена оборудованием, закуплен скот. Первый этап гранта реализован, скот закуплен, помещение есть. Идем дальше. Когда подсобные помещения, так дальше все будет готово? Подсобные в процессе, вот плитку докладываем везде. После докладки плитки будет все выводиться от коса до штукатуриваться и побелка. То есть это одним ходом все пойдет. Косметический ремонт в пособных помещениях фермер Иван Берилов планирует завершить в течение ближайших двух недель. Скоро приступит к уличному благоустройству. Речь идет о подъездных путях и планировке территории. Параллельно строен сам пропускник, гаражи получается, ну и мини-контору. Животно-отческая ферма молочного направления возводится инициативным жителям Колпашево Иваном Бериловым. Коровник успешно построен. Осталась внутренняя отделка и оснащение дополнительным оборудованием. На ферме Берилова 34 головы дойного стада. Это буренки галшкинской породы. Не так давно ферма пополнилась 85-ю нетелями. Некоторые уже воспроизвели потомство шести лет под пристальным вниманием работников фермы. У нас к концу года будет сколько дойного стада в целом? Если все нормально оттелятся, порядка 110-105 голов дойного. С расширением поголовья на ферме растет производственная мощность молока. И сейчас она составляет порядка 500 литров в сутки. И с каждым оттелом коров объемы молока только возрастают. В планах выйти на 2000 литров молока в день. Ориентировочно где-то до октября-ноября месяца. Я думаю, все растелятся. И выйдем уже на производственную мощность. Но тоже на производственную мощность. Это у нас первотелки. Первотелки, соответственно, поменьше дают молока. То есть на второй, только на третий год они выйдут на нормальные надои. Все, что связано с комплектацией технически, все готово. Все есть в наличии. Да, по комплектности есть все. Единственное, доделают только осталось. То есть с монтажниками уже договорено. Ферма автоматизированная. Так, в частности, установлен современный молокоприемный узел. Фильтра для молокоочистки, то есть молоко попадает, минуя всех человеческих факторов, сразу же в танках водителя. Предусмотрено также автоматизированное паение буренок. Каждой корове подается индивидуальные паилки, вот стоят автоматически, что очень удобно. И меньше метробов попадает, потому что она индивидуальная. Полностью очистка воды, фильтрация разных видов. И бактерицидные лампы тоже стоят, то есть без бактерий, без ничего она. То есть у нас из крана вода грязнее, чем у коров, получается. У коров, ну, чище вода намного. Навозоудаление тоже частично автоматизированное. Навозоудаление. Это вово по всему коровнику, вот по вот этому желобу. И туда, в кучу воду. Скотнику меньше работы, так сказать. Вот. А так это довольно-то трудоемкий процесс. И без него, как бы, когда начинал на той ферме, это очень трудозатратно. Навоз возить, а тем более за таким поголовьем. Ну, с утра до вечера только навозом бы занимались, если бы вот этого не было. Иван Берилов при поддержке районной администрации успешно защитил бизнес-проект и стал победителем областного конкурса «Семейная животноводческая ферма». Ему был предоставлен грант в размере 23 миллионов рублей. К средствам господдержки Иван обязан вложить собственные. Порядка 15 миллионов. Срок реализации проекта – до 2023 года. Хотелось, чтобы все происходило быстрее, но в данных ситуациях быстро никогда не получается. Нужно какой-то период, и не один месяц, а пару-тройку лет, чтобы весь производственный процесс и все сопутствующие, так сказать, моменты, связанные с техоборудованием, оснащением, другими делами, чтобы привести соответствие. Ну, Иван Николаевич у нас старается. Насколько получается, мы видим уже. Сегодня первый этап реализации есть, скот завезен, корма есть, работники есть. Есть техническое оснащение в процессе. Будем надеяться, что все произойдет. Возрождение сельскохозяйственного производства – одна из приоритетных задач, стоящих перед районной властью. Перспективные точки роста для колпашеской экономики открывает система господдержки фермеров в рамках федеральной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. К счастью, в нашем муниципалитете есть целеустремленные люди, которые взяли на себя ответственность трудиться в непростой сфере сельского хозяйства. Поддержка для тех, кто хочет заниматься бизнесом, она всегда кстати и всегда хорошо. Здесь мы видим на лицо, что без того самого гранта, наверное, ничего бы не получилось. Самое главное, как всегда я говорю, нужны инициативные люди. Вот есть он, молодец, старается. Сколько можем, помогаем, не только господдержкой, но и в плане организационном, как-то пытаемся совместно обсуждать некоторые вопросы, где советом, где какими-то возможностями. Фермер Иван Берилов, взявший уверенный курс на развитие молочного животноводства в Колпашеве, шаг за шагом идет к поставленной цели. У Ивана Берилова есть шансы занять рынок молочной продукции в Колпашевском районе.